Планы поставок газа на внутренний рынок выполняются стабильно. Об этом доложил сегодня Владимир Путин, глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, несмотря на то, что зима в этом году холоднее обычного, на потребителях это не отразилось. Компания в последние месяцы даже не достигла пиковых нагрузок. Миллер отметил, что продолжается и программа газификации регионов. Президент поинтересовался и общими итогами работы Газпрома в минувшем году. Мы поговорим о результатах прожившего года и о ваших планах на наступившихся. В 2016 году в Газпроме было чуть больше 419 миллиардов кубометров газа. Мы поставили на внутренний рынок на 2,5% газа больше. При всем том, что осенне-зимний максимум мы проходим ниже климатические нормы в стороне, но компания даже не выходит на те максимальные пиковые объемы загрузки по добыче и по отбору газа из ПХГ. Мы достигли рекордных объемов поставки газа в дальние зарубежья в 2016 году. Прирост составил 12,5%. Объемы поставки чуть меньше 180 миллиардов кубометров газа. Это исторические показатели. Таких объемов не было во времена СССР, во времена Новой России. И доля Газпрома только за один год на европейском газовом рынке возросла на 3% и составила 34%. При этом магистральный газопровод «Северный поток» загружил на свою максимальную техническую возможность. Мы провели испытания газопровода, получили технические подтверждения и на сегодняшний день идем даже выше проектной мощности. Без сомнений, это говорит о том, что проект «Северный поток-2» постребован потребителем, и за него, конечно, голосуют потребители. Газификация на той стране какие планы? Мы планируем осуществлять в таких же объемах, которые мы набрали. В прошлом году мы профинансировали газификацию в объеме 25 миллиардов рублей. Объем газификации будет абсолютно точно не меньше, чем те цифры, которые были названы по 2016 году. Надеюсь, что они будут больше.